Пациенты у дверей диагностического и внутри, днем и ночью. COVID-19 плюс ОРВИ. Заболевших все больше, скорая не успевает. За три минуты, что мы здесь находимся, подъехало уже три скорые. Врачи скорой помощи выводят в основном пожилых пациентов и ведут их на компьютерную томографию. Много больных пациентов, много... Больных я ни одного не вижу. Я вижу перевозки. Мы в 7 утра сели и в 7 утра выпали из этой машины. Вот и все. Сейчас масочку надеваете, в 123 кабинет возвращаетесь. Хорошо. Температура. Двигаться тяжело с температурой. Горит весь организм, все тела горит. Ну что-то у меня зашатало, зашатало, я чуть не упал. Как бы типа в обморок или что. Долго ждали очереди? Часа два. Страшно? Ну есть. Есть, конечно же, какой-то страх. Его не может не быть. Посмотрите. Мазок и КТ. На сегодняшний день для диагностики коронавируса в крае используют два метода. КТ опережает результаты мазка и позволяет быстрее подтвердить или опровергнуть патологию. За 12 часов приблизительно 140-150 исследований. Обычное, мирное время, так сказать? Мирное время, это как до пандемии. Конкретно легких? Порядка 10 лет. Не всякое повышение температуры требует проведения КТ-исследования. Также не всякое першение в горле. Это должны быть изменения насыщения кровью кислородом. Допустим, длительная лихорадка. Не один, не два дня пациент в нашей температуре. Это отсутствие эффекта от проводимой терапии. У каждого третьего пациента это ковидная пневмония. Вот так оно выглядит. Это участки матового стекла. У большинства заболевших легкие поражены на четверть. Это легкая степень. Пациентов с серьезным поражением 4-8 в сутки. У них, как правило, болезнь бессимптомна. Иногда пациент, у которого на компьютерной томографии мы выйдем больше 75% пораженного части легких, они себя нормально чувствуют. И даже иногда температурной реакции у них нет и тому подобное. Ну и я по темам очень сильно скучаю. Когда все это закончится, первым делом, что я сделаю, я прилечу к тебе в Питер. Только что со смены еще видны рубцы от защитной маски. Скорее набирает родных, которых не видел полгода. Владимир Пашкевич, Роман Лагно – анестезиологи ковидного госпиталя. Они здесь с начала пандемии. Сейчас ковидные госпитали края забиты под завязку. Врачи ковидного госпиталя просят о том, о чем уже многие забыли. Носить маску, мыть руки. Медучреждения «Скорая помощь» загружены беспрецедентно. Вчера, по нашим сведениям, в одной из поликлиник города скончался пожилой мужчина. У него было воспаление легких. Скорый он так и не дождался. Врачи в очередной раз просят поберечь себя и избегать массовых мероприятий, последствия которых нам еще предстоит пережить. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком.